Но сегодня быть в этом зале уже неприятно, потому что я, как и абсолютное большинство наших сограждан, вообще большинство людей в этом мире, люблю путешествовать. А эта замечательная выставка не только открывает новый туристический сезон, но и представляет весь тектор возможностей для отдыха как в России, так и за ее пределами. Интермаркет – это главный выставочный туристский форум нашей страны по праву считающийся и обладающий статусом официального мероприятия правительства Российской Федерации. Можно было бы привести сейчас множество убедительных цифр, но достаточно сказать о том, что только на Интермаркете можно получше увидеть все туристические возможности России. А зарубежные участники выставки, среди которых огромное количество иностранных гостей, имеют возможность общения с коллегами изо всех, без исключения российских регионов. Интермаркет – это главный туристический форум нашей страны, который имеет официальный статус официального форума правительства Российской Федерации. Мы могли бы привести здесь все различные и впечатляющие значения, но... Владимир Ростиславович, министр культуры Российской Федерации. Now let me invite to the stage the official guests of the Intermarket Fair, Mr. Владимир Нидинский, the Minister for Culture of the Russian Federation. Смирнов Юрий Валентинович, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Mr. Юрий Смирнов, the Deputy Chairman of the Federation Council Committee for Social Policy. Mr. Золотан Шамоги, исполнительный директор Всемирной Туристской Организации. Mr. Шамоги Золотан, the Executive Director of the World Tourism Organization. Mr. Радьков Александр Васильевич, руководитель Федерального Агентства по Туризму. Mr. Александр Радьков, the Head of the Federal Agency for Tourism. Mr. Карлин Александр Богданович, губернатор Алтайского края, стратегического российского партнера 8-й международной туристской выставки Intermarket. Mr. Александр Карлин, the Governor of the Altai Region, the Strategic Russian Partner of the 8-й международной туристской выставки Intermarket. Mr. Джу Шанчжун, заместитель председателя Государственного управления по делам туризма Китайской Народной Республики Страны Партнера, 8-й международной туристской выставки Intermarket. Mr. Джу Шанчжун, the Deputy Head of the State Department for Tourism of the Republic of China, the People's Republic of China, the partner country of the 8-й международной туристской выставки Intermarket. Mr. Шпилько Сергей Павлович, председатель Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы. Mr. Сергей Шпилько, the Chairman of the Committee for Tourism and Hotel of the City of Moscow. Mr. Gianella, the Taiwan Federation of the Congress, the leader of the Party for Socialelectivity for Society of Wallet G stones, the President of the Canal of Borussia. Mr. Das Memorouwa Russa and opportunity for free to pay all the advocates to itsérieur about tourism costs by the National Ferguson State Department for Social Monetary and Socialian Studies. Mr. D unpweal true attention the issues of the development of tourism is paid in the council of the Federation of the Federation Assembly of Russia and to get the participants of the international tourism fair, into market, call out our에요 until we спativa tuk to nachlas. Я бы хотел бы приглашать здесь мистер Юрий Смирнов, депутат комитета Канцеля Федерации для социальной политики. Уважаемые участники выставки, приветствую открытие восьмой международной туристской выставки, приветствую открытия восьмой международной туристской выставки. Это объединяет на той площадке все российские регионы и более ста стран мира приобрела широкую известность среди профильных специалистов и стала играть значимую роль в туристской отрасли в целом. В последние годы Интермаркет превратил место, где представители всех регионов России, более чем 100 из них, в сфере туризма, вместе с их социальных партнерами, номер которых сейчас превратил 100 стран. Это один из самых авторитетных партнеров в России и в мире. Сегодня она демонстрирует высокий уровень своего развития, достигнутый благодаря применению современных информационных технологий, последних достижений науки и техники. Сегодня она демонстрирует высокий уровень своего развития, благодаря всем возможным последним технологиям, которые используются в своей конвенции. Туризм – это не только фактор развития экономики в России и других государствах, но и важное социальное явление, которое открывает людям возможности для ознакомления с историей и культурой разных народов, взаимного обменным опытом, знакомленным в процессе социально-экономического и международного сотрудничества. Туризм – не только важный фактор развития экономики России, но и важный фактор, который позволяет иметь большую影響цию на социальных странах, для людей из различных стран, чтобы обеспечить историю и современных народов. Туризм – и в этой связи вопросы, которые вам предстоит обсудить, становятся особенно актуальными для решения ключевых задач отрасли, увеличение финансирования масштабных проектов, формирование и продвижение конкурентоспособного отечественного продукта, дальнейшее совершенствование законодательного регулирования сферы Туризма. В этом направлении, вопросы, которые будут обсудить на фейер, будут очень важным роликом в дальнейшем промоутении туризма в России, в поддерживании туризма базы, в развитии большей скале финансового проекта и в поддерживании логическому базу для туризма. Я уверена, что мероприятие пройдет в конструктивной и созидательной атмосфере, а принятые рекомендации помогут совершенствованию инфраструктуры отдыха и туризма, обеспечению доступности и конкурентоспособности туристических услуг в Российской Федерации. Я уверен, что в этой фейере вы будете работать на рекомендации, которые нам помогают нам усиливать инфраструктуру Туризма, увеличивать ее доступность и competitiveness для русских и туризма. Желаю всем успешной работы, интересного общения, осуществления намеченных планов и всего самого доброго. Спасибо. Я желаю вам всем хорошего в вашем мире. Учите, что все ваши планы будут выполнены. И у вас есть отличный интернет-маркет фэр для 8-й год. Россия имеет исключительные культурные и исторические потенциалы, и в связи с этим очень логичный представляет. Это тот факт, что с прошлого года Туризм, как отрасль, способная познакомить миллионы путешественников с этим богатейшим наследием, относится к видению Министерства культуры. Фронт предоставляется Мегинскому Владимиру Владимировичу, Министерству культуры Российской Федерации. Россия имеет экстремный культурный и исторический потенциал. И в этом смысле, это очень логичный, что с прошлого года Туризм, как индустрия, которая может связаться миллионами путешественников с этим богатейшим наследием, является тем, что Министерству культуры Российской Федерации. Министерству культуры Российской Федерации, Мин. Владимир Ретинский. Дорогие друзья, выставка проходит восьмой год успешно. В этом году первый раз при поддержке Министерства культуры. Это 8-й раз, когда мы имеем интернет-маркет фэр. Это первый раз, когда мы делаем это под обеспечением Министерства культуры. Решение руководства страны передать туризм как отрасль введением Министерства культуры, оно отражает, собственно, естественную близость наших двух транслях экономики. The decision of the leadership of the nation to transfer tourism as the industry to the ministry for culture shows that we are very closely aligned in these two spheres. Вы знаете, в некоторых старых европейских странах, небольших, даже шутят, что туризм это последний шанс спасения их культуры. In some of the smaller European countries, they even joke that tourism is the last chance to save their culture. Ну, к счастью, у нас это не так. Luckily, in Russia this is not so. Однако, в любом случае, туризм это возможность мобилизовать наше культурное наследие, открыть его новым поколениям, тянуть в живой, творческий, профессиональный, экономический оборот. However, this is one of the ways to mobilize the cultural heritage of Russia, to open it not only to Russian citizens, but to international travelers, and to get involved in the economic processes of the country. Ну, собственно, здесь речь идет и о том, чтобы вовлечь туристический оборот объекта культурного наследия, памятники, крепости, церкви, монастыри, археологические заповедники. The cultural heritage items are therefore going to be much closer involved in the tourism process. And by this I mean the best cultural heritage of this country. It's churches, monasteries, monuments, it's fortresses, it's archaeological sites. Ну, и, конечно, нельзя забывать о так называемых официальным языком нематериальных объектах культурного наследия. Проще выражаясь, то, что привлекает туристов, это старинные обряды, песни, национальная кухня, обычаи. And also, we should not forget here what normally is called in the official language the non-material assets of cultural heritage. And these are the ancient traditions, songs, culinary recipes, and all sorts of other things that are related to the cultural processes of the people's population in Russia. Да, это то, что называется этническим туризмом, и то, что становится все более и более популярным во всех странах мира сегодня. This is what we call ethnic tourism, and it is becoming more and more popular in all sorts of countries, world-line. And since this fair traditionally attracts high participation from the heads of the regions of Russia, we understand that without their involvement, the development of tourism in this country is impossible. Я не буду скрывать, что главной целью нашего министерства является развитие въездного и внутреннего туризма. В первую очередь, регионального туризма, новых маршрутов, не только Москвы и Петербурга. И здесь нам предстоит много совместной работы. Я хочу сказать вам, что одна из главных приоритетов нашего министерства является развиваться региональный туризм в России. Не только Москва и Петербурге, но и развиваться новые туризмы, открыть новые туризмы. И в этом направлении, я приветствую поддержку наших региональных представителей. Вместе с тем, особенно важно, что в этом году партнерам нашей выставки выступает Китайская Народная Республика. И это очень важно, что партнер-порта страны в 8-й интернациональном интермаркетах, где, в том числе, Республика Чина. Мне посчастливилось несколько раз в жизни побывать в Китае. И, конечно, с политической точки зрения, это бесконечное поле для интересующегося и любопытного путешествия. Я был счастлив, чтобы встретить Китай несколько раз. И, с точки зрения туризма, это великолепный поле для туризма возможностей. Кто-то из великих китайских философов, скажет Солоунзо, и сказал, что путь в тысячу миль начинается с первого шага. Один из самых больших китайских философов сказали, что дорога 10,000 километров начинает с первых 10 шагов. Давайте поэтому считать, что обменные годы туризма между Россией и Китаем это только первый шаг. И взаимодействие в годах туризма между Россией и Чиной — это один из этих первых шагов. Да, и с учетом масштабов наших стран, конечно, речь пойдет не о пути в тысячу миль, а о пути минимум в 20 тысяч миль. Да, и подвольте пожелать всем участникам выставки интересных деловых контактов, новых впечатлений, новых бизнес-связей, всего того, что позволило бы нам поднять туризм на качество, на новый уровень и сделать путешествия по всему миру, и особенно по России, более интересными. И давайте пожелать всем участникам этого философа чтобы иметь хорошие, позитивные, полезные контакты, которые позволят вам приобрести туризм к новому этапу развития. Добрый день. Будьте счастливы. Будьте счастливы. Будьте счастливы. Добрый день. Будьте счастливы. 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 Смеяющийся, не пропустить, и это событие мирового масштаба. Этот фейер был создан, и сейчас это один из самых крупных вещей в мире туризма, который не может быть потерплены в жизни туризма. Мы ценим, и в частности, Федерального агента по туризму проводят твердую политику развития внутреннего и международного туризма. Мы ценим Россию в мире туризм организации и в его предприятиях, где, в face of Mr. Александр Радков, они всегда поддерживают развитие туризма в России и в мире. С одной стороны, свой богатейший туристский потенциал, а с другой, неограниченный потенциал туризма до своего дальнейшего экономического и социального развития. Они view туризм as the potential for the development of its culture and as the potential for the development of its economy and inter-people's relations. И эта политика подтверждается не только родов в одних мероприятиях, посвященных туризм, но эта политика подтверждается реальными цифрами. Такое непростое для нашего сектора время, однаменовану и главным экономическим тизисом, в 2012 году в Бразилии был зарегистрирован, печатающий уровень числа международных туристических и витий плюс 13% на фоне общеевропейского ворота в размере 3%. В 2012 году, despite the continued effect that the world recession has on our industry, Россия has registered a 13% growth in international arrivals, which compares to only 3% growth of international arrivals in Europe. Россия хочет ехать и активовать для себя ее красоты и богатейшие культурно-исоческие наследия и российского туриста. И все это благодаря пониманию российскими туристскими властями того богатства, которые имеют с собой туристы, способствуют социально-оперимическому росту страны, а также дальнейшему укреплению ее имиджа и на ее тендерланды. Это представляет понимание, что туристические истории в России показывают туризм как фактор, который создает социальную и экономическую политику в стране, и также увеличивает и увеличивает имиджу страны, на наиболее их границах. Мы переживаем сейчас не простые времена, а так вот туризм снова демонстрирует свою поддержку устойчивость. Мы сейчас проходим трудные времена. Однако, туризм clearly shows its sustainability. Так по прогнозам, УНВТО в этом году число международных туристических привычек продажит разки на уровне 3,4%. According to the UNWTO forecast for 2013, the number of international travel will grow by 3-4%. And in this regard, I am sure that Russia, again, will be one of the leading tourism destinations in the world in all the relative aspects. I am sure that this fair will be an important factor in establishing new contacts and will help to develop the tourism sector in this country. I wish to all the participants of the fair good and productive work. Thank you. Как уже было сказано в самом начале, интермаркет объединяет на одной площадке все без исключения регионы нашей страны. И каждый из них, мы повторим, и по-своему привлекательный. Однако есть в числе несомненные лидеры, как по объему экспозиционной площади, так и по масштабности подхода к развитию туризма в целом. Один из таких безусловных лидеров – это Алтайский край. Кроме предоставляется Карлину Александру Богдановичу, губернатору Алтайского края, стратегического российского партнера восьмой международной туризмской выставке «Интермаркет». Как мы уже говорили, «Интермаркет» уничтожает все регионы России, без исключения, и каждый из них уничтожает и уничтожает в собственном случае. Однако, в этих регионах, мы имеем уверенных лидеров, как в количестве места, где здесь, и также в отношении к развитию туризма в целом. Один из таких лидеров – это Алтайский район. Итак, здесь губернатор Алтайского района, претенджительный российский партнер восьмой международной туризмской выставке «Интермаркет» – мистер Александр Карлин. Добрый день, уважаемые друзья, дорогие гости. Я искренне рад приветствовать вас здесь, на традиционной выставке, самой крупной туристической выставки России – «Интермаркет-2013». Добрый день, уважаемые друзья, я очень рад приветствовать вас в большинстве русского туризма – «Интернационной 8-й туризм фэр» «Интермаркет-2013». Алтайский рай – постоянный, традиционный участник «Интермаркета». А сегодня мы говорим о том, что наш регион вступает в качестве стратегического российского партнера этого очень значимого мероприятия. Алтайский район – постоянный партисипант этого фэр, и сегодня мы – стратегический российский партнер в этом важном событии в русском туризме. Алтайский район – уникальный регион в центре Азии, который обладает уникальным природным, историко-культурным, духовным потенциалом. Алтайский район – район в центре Азии, которая имеет ровный культурный, натуральный и спиритовый характер. На этой территории проживает 2,5 миллиона человек, представителей 140 наций и народности России. 2,5 миллиона людей живут в Азии, которые представляют 140 народных и этнических группах России. Я буду кратким. Здесь уже нас отсылали к рекомендации крупнейшего китайского мыслителя. Давайте следовать ему. До Алтайского края от Москвы всего 7 миллионов шагов. Я призываю вас сделать первые шаги по направлению к нашей экспозиции. И этот путь приведет вас в наш гостеприимный край, я в этом убежден. Наша экспозиция здесь, however, является значительно близкой. И я бы хотел бы вам сделать первые шаги по нашему экспозиции на фейер, которая, возможно, в итоге приведет вас к Алтайскому региону. Милости просим, всегда рады встречать гостей в нашем любимом Алтайском крае. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Интернациональный Турисм Фэр интермаркет, Мистер Чу Чанчжун. Я извиняюсь, но я узкий не узкий обучить, как это... Но обещаю, что даю встречу просто вот через 15 минут после открытия. Субтитры создавал DimaTorzok Мистер Единский. Ваше воздушное предстоятельство, господин министр Единский. Дамы и господа. Для меня большая честь принять участие в открытии, в церемонии открытия выставки Интермаркет в качестве главы китайской делегации. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. И благодаря руководству, и руководству, и руководству, и руководству, и руководству, и руководству, которые были в основном, вы получили в качестве главы китайской делегации. Мне бы хотелось приветствовать на открытии Интермаркета и выразить глубокую благодарность правительству Российской Федерации, Российскому Федеральному Агенту по Туризму и другим участникам за всю эту большую организационную работу, которую вы проделали для открытия в Интермаркет. Форизм является важным правом в продвижении экономического развития и успеха. В противоположной экономии это является важным для экономических групп, создавая работы, и поэтому это является основной для развития для многих стран. ИТМ позволяет нам туризму, где некоторые индустрии из всего мира могут посетить для бизнес-производства, которые могут улучшить оборудование в мире туризма. Туризм играет важнейшую роль в продвижении экономического развития и процветания. И перед Детоном ухудшающейся мировой экономикой он доказал, что он является важным фактором развития экономики во всем мире, создания рабочих мест, уничтожения бедности и, следовательно, является одним из важнейших приоритетов для многих стран. Интермаркет предоставляет нам платформу, где представители индустрии туризма со всего мира имеют возможность встретиться для организации деловых контактов, которые, в свою очередь, приведут к развитию туризма во всем мире. Как партнер страны этого года, мы работали в следующих дней и не потеряли возможности для того, кто интересен в путешествиях в Китае. как страна партнера выставки интермаркет в этом году, мы будем работать для того, чтобы в течение следующих нескольких дней ни одна из возможностей предоставить наши услуги любому, кто бы захотел посетить Китай, не была упущена. И, в заключение, еще одни слова благодарности организаторам за вашу напряженную работу, которую вы провели для успеха этой высоты. Спасибо за внимание. И сейчас мы на сегодняшний момент в открытии открытия и все наши господители будут в открытии на сегодняшний день.